Всем добрый вечер. Можно мне попросить закрыть дверь? Кто там ближе? Спасибо. Просто, чтобы нас не отвлекали с коридора никто. Хорошо. Кто не был на прошлом занятии? Или у нас все на прошлом занятии были? Ок. Значит, я не буду повторять наши правила. Что мы сегодня сделаем? Мы буквально за пять, может, десять минут повторим все то, что мы прошли за прошлый урок и начнем продолжать дальше. Мы опять же эту тему не закончим. Мы ее закончим в следующий раз, даст Бог жизни, в следующий понедельник, и у нас будет квиз. Поэтому помните, что я говорил, старайтесь как можно больше записывать, дома просматривать и прочитывать. Это вам поможет запомнить. Хорошо. Ну, о чем мы поговорили в прошлый раз? Давайте мы сделаем маленький квиз. Не смотрите на свои записи. Почему важно говорить о деньгах? Вот три вещи, три причины назвали. Не смотрите в записи. А? Потому что Библия говорит, потому что это сила. И еще. Мы назвали третью причину. Почему очень важно говорить. Помните, я вам рассказывал про молодоженов? Если бы они много говорили, у них чего было поменьше? У многих людей много проблем. И вот чтобы проблем не было, об этом нужно говорить. Нужно говорить, как правильно, как неправильно. И поэтому говорить, обговорить эту тему нужно. Хорошо. Помните, я вам сделал маленький опрос, да? Я попросил вас пофантазировать, помечтать, если бы у вас было 10 тысяч долларов. Почему я вас просил это сделать? Потому что в вопросе финансов люди делаются на три группы. Хорошо. Несмотря в записи. Какие три группы, мы сказали? Люди и бывают. Предпочитающие? Удовольствие. Второе. Вещи. И третье. Сейвингс. Просто иметь деньги. Вот знаете, есть люди, которые как только деньги появляются, они сразу на викейшн, сразу на лодку, сразу на охоту гулять. Есть люди, которые предпочитают вещи. Как только у них есть деньги, они покупают какую-то вещь. Пошикарней, подороже, покрасивее, роскошнее. Есть люди, которым хорошо от того, что у них просто есть. Вот от того, что у них есть, они довольно несчастливы. Кто из них, мы сказали, правильный. Кто из них правильнее всего? В общем-то, в идеальном случае нужно быть где-то посерединке. Нужно иметь хорошую машину, чтобы она не поломалась, и в отпуск хорошо съездить, отдохнуть. И надо, чтобы на запас были деньги на всякий случай. Мы об этом поговорим позже. Ну, как мы люди разные, мы немножечко в одну или в другую или в третью. Если это немножечко, это не беда. Беда, когда мы начинаем в крайности бросаться. Помните, мы говорили, когда на спичках люди экономят, когда люди кровь сдают, чтобы шубу купить. Это уже крайности. Это уже крайности. Ну, у нас такого нет. Хорошо. То есть, мы по-разному смотрим на деньги, поэтому по-разному их распоряжаемся. Но для чего деньги дает нам Бог? Помните, мы назвали три вещи, три причины, для чего Бог дает нам деньги? Ну-ка, 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 не смотрите, не смотрите. Да, пожертвовать. Это одна из них. Very well. Еще одна. Еще две, то есть. Для наших нужд. Окей? Чтобы мы Билла платили, Бог нам дает деньги. Для нужд других людей мы назвали. И третье. Помните, я вам за конфетку рассказывал? А? Не-не-не-не-не-не-не. Да-да-да, для наслаждения, если библейским языком говорят. Окей? Бог, там иногда, вот мы вот выявляемся в те категории, написано, богатых людей. Люди в Африке, христиане в Индии, у них такого привилегия нет. Но Бог нам в Америке, мы богатые люди, и Бог нам дал благословения, и мы можем их тратить для удовольствия. Но во всем должен быть порядок, и должен быть когда, и когда это можно, и сколько, но мы об этом будем говорить попозже. Хорошо. Помните, я вам показывал небольшое видео про пирог? Бог. Как типичный христианин делит свои деньги, да? Ломать за дом, ломать за машину, на хобби, на моду, да? Чуть-чуть на образование, кредитным карточкам, да, хорошо, кусочек. А Богу? А Богу часто ничего не остается. Ну, и с этого мы начали говорить о пожертвованиях. Хорошо. Помните, им самый первый вопрос, мы ответили, почему мы должны жертвовать? Три ответа там. Почему? Ну, 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 вы давайте фразами, которые у нас были в лекции. Вы близко, ну, ну, а? Окей, тем самым мы собираемся на сокровище. Это уже вторая причина. Первая причина – это потому, что мы будем давать отчет. Помните, мы говорили, много притч в Библии, вот этот вот концепт, они показывают, что был господин, он что-то доверял своим рабочим, там, слугам, рабам, и уходил на время. А потом он возвращался, и каждый раз он спрашивал у них отчет. И вот это вот показывает, что Царствие Божие подобно. То есть придет и в нашу жизнь день, когда Бог скажет, вот за всю свою жизнь ты много денег заработал. Я тебе дал здоровье, я тебе дал силы, я тебе дал образование, я тебе дал контакт, я тебе люди любили на работе. Что ты с этими деньгами делаешь? Мы будем давать отчет. Второе – когда мы жертвуем, мы собираем себе сокровища на небе. Помните, мы говорили за такой пример, если бы кому-то из нас дали на 5 лет большую зарплату в Германии, что бы мы с ней делали? Мы бы немножечко тратили, но экономили, экономили, чтобы когда приехали назад в Америку, у нас было хорошо жить. И это должны мы делать, конечно, и смотря о вечности, и помня о вечности. Ну и последняя причина. Последняя причина. Помните, я говорил, я ее не хотел вставлять, но Библия об этом говорит, и я ее вставил. Люди много ее злоупотребляют. Да-да-да-да-да-да-да. Бог щедро награждает щедрых. То есть уже здесь на земле Бог благословляет щедрых людей. Уже здесь на земле. Хорошо. А когда нужно жертвовать? Следующий вопрос. У нас было два ответа на этот вопрос. Когда нужно жертвовать? Сразу. А? Сразу. Сразу, как получили зарплату. Или другими словами, регулярно или систематически. Это то, что написано в Коринфинах. И вторая. Что мы назвали? Когда мы видим нужду. Очень хорошо. То есть, когда мы видим нужду. Помните, мы говорили о добром самарянине. Мы должны иногда подвинуть наши планы, которые, может быть, не настолько важны, как нужда человека, и помочь. Это вот в этом учит Библия. Хорошо. Ну и вот здесь мы остановились в прошлый раз. Куда жертвовать? Поэтому, если вы закрывали свой нот, сможете открыть. Мы уже начинаем говорить о новом материале. Ну, куда наши деньги держат? Вот мы вот получили зарплату, как мы сказали. Мы часть отделили Господу. Сколько, мы будем говорить чуть попозже. Отделили часть Господу. И вот что мы с ними делаем? Куда мы их жертвуем? Вот, ну, если не стесняйтесь, скажите, куда вы свои деньги жертвуете? Нуждающимся. Нуждающимся. Очень хорошо. Очень хорошо. Не хочу вам показать, как у меня порядки. Хорошо, я согласен. Мы об этом поговорим. Еще что? Церковь. Ну, окей, согласен. Я немножечко по-другому это назвал. Согласен. Еще что? А что есть дело Божье? Очень хорошо. Вот это вот три ответа, которые, в общем-то, у меня есть. Давайте о каждом из них поговорим. Первый из них, а я бы сказал, источник духовной пищи. Смотрите, что написано. Галатам 6.6, если хотите, поймите. Галатам 6.6. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Галатам 6.6. Галатам 6.6. О чем здесь идет речь? Здесь нашими словами объяснить это. То есть, то, откуда вы получаете духовную пищу, благословляйте этот источник духовной пищи финансами. То есть, делись всяким добром. Вот здесь вот эту категорию попадает церковь. Большинство нашей духовной пищи приходит из церкви. Мы приходим в служение. Мы здесь молимся. Здесь пастор готовит проповедь. Наши дети в воскресной школе учатся. Это все созидает нас духовного человека. И мы, и наша обязанность это поддерживать источник духовной пищи. Мы должны жертвовать. Мы должны жертвовать церковь. И это хороший ответ. Это правильный ответ. Но это не единственный. Это не единственный. Этот ответ, я бы сказал, он немножечко шире можно даже рассматривать. Ну, о чем здесь можно поговорить? Ну, например, если вы... Я, например, очень много слушаю книг. Очень много книг. Я слушаю в аудиоформате. И я помню, однажды мой друг говорит, слушай, такая хорошая книжка. Очень хорошая. Ты вот, ты себе... Я, Влад, я тебе дам, ты послушаешь. Я ему говорю, знаешь что, давай я ее куплю. Я пошел на Amazon или где, я купил, не помню, 10-15 долларов. Я это заплатил. Но я хотел, чтобы вот этот человек, который автор был, который написал эту книгу, я хотел ему часть денег послать. Чтобы ему не нужно было идти на работу, на стройку или куда-то. Но чтобы он мог, может быть, следующую книгу написать. Еще один пример. Я люблю слушать свидетельства угол Шевченки. Слышали, нет? Я думаю, все вы слышали. Когда Шевченко пригласает в свою, как она называется, студию, да-да-да, людей, и он начинает записывать с ними свидетельства. Много очень свидетельств. И раньше он эти свидетельства продавал очень дорого. Я не помню, 15 долларов за DVD там. Очень дорого. А потом они начали появляться на интернете. Я помню, он где-то на интернете и нашел, там их было 30 штук. Просто в аудио формате, бесплатно. Я себе скачал, но, знаете, я ему вышел чек. Ну, может быть, не 12, не 30, он может на 15, чуть-чуть поменьше, но я ему вышел хороший чек. Почему? Потому что эти назидания, они принесли мне вот эти вот записи. Я ускрепился, я познал что-то о Господе больше. И я считал своей обязанностью помочь ему. Что он купил еще одну камеру, может быть, еще один микрофон. Но еще даже пастором тогда не было. И я друзьям рассказывал, говорю, слушай, у меня, говорю, есть 30 этих записей, Шевченко, Угол. И мои друзья начали у меня просить. Я помню, я им давал этот диск, говорю, я тебе даю его, я его взял бесплатно, я тебе бесплатно даю. Но ты пошли ему деньги. И я думаю, это правильно. Я думаю, это правильно. Есть еще одна библейская школа, может быть, Даник знает, СМБС, на той стороне Америки. И они продают по 30 долларов свои диски, записи. Если вы хотите, например, взять запись какого-то учителя, они ему могут продать. Целую неделю, 25 часов. Но я там бываю, и они мне дают записи бесплатно. Просто потому что я там участвую в служении. И я однажды своему другу дал несколько записей. И я просто дал ему послушать, потому что они мне давали послушать. И знаете что? Он их послушал, и он выслал им чек. То есть они принесли назидание в его, он с ними согласился, им очень понравилось. И он чувствовал себя обязанным поддержать служение. Я считаю, что это правильно, я считаю, что это хорошо. То есть то ли это книга, может быть, это даже радиопередача, то ли это церковь, то ли это какой-то проповедник. То есть когда мы получаем духовную пищу откуда-то, Писание говорит, мы должны поддерживать. Мы должны поддерживать. Может быть, это уже новое мышление. Знаете, вот обычно в старые времена у нас служители, они работали на работе, а потом вечером работали в церкви. Почему это происходило? Потому что в советские времена, в коммунистические, если человек не работал, его считали тунеядцем, его считали лентяем, его считали, что ничем не занимается. И вот чтобы коммунисты не глумились на христианов, наши пастора, христиане, ходили на стройку, работали, а потом вечером еще занимались в церкви. И вот здесь создавались некоторые проблемы. То есть он уставал на работе, потом ему нужно было еще в церкви служить. Порой дети были недосмотренными, не были в семьях, не помогали отцы. Поэтому если мы смотрим на американских служителей, большинство из них, они на освобождении. И я считаю, это мое мнение, может быть, вы не согласитесь, я думаю, это хорошо. Это хорошо, когда у пастора есть освобождение, когда он может приготовить проповедь не спеша, когда он может посетить какую-то семью, а может быть, кого-то в больницу сходить. И в то же самое время он может побыть с семьей, там поремонтировать свою машину не спеша, побыть с женой. Поэтому если мы свою часть выполняем, то это все возможно. Вот если мы жертвуем церковь, жертвуем источник духовной пищи, то вот эти вещи, они очень хорошо решаются. Кстати, кто из вас был в прошлом году? Помните, мы говорили за мормонов? Нет, за мормонскую церковь. Вот у мормонов у них очень строго, очень строго за десятину. Они в конце года встречаются с членами своей церкви и говорят, вот за прошлый год ты пожил на нам 6 тысяч долларов. Это точно сколько ты заработал? 60 тысяч ты заработал, не больше ли? Они очень за это строго. Ну, что у них хорошо? У них настолько достаточно финансов в церкви. Если вы когда-то были в Salt Lake City, вы просто бы удивились, какие у них громадные здания, какие у них красивые церкви, там даже храмы. У них свои банки, у них свои инчуринстные компании, у них там свои библиотеки. То есть, они каждого молодого человека, когда им исполняется 18 лет, они отправляют на миссию на 2 года. И они все это могут делать, потому что у них есть деньги. И я думаю, что многие, многие бы проблемы у нас христиан решились бы, если бы мы были жертвенными. Если бы мы исполняли вот эту часть, отдавали часть Господу, многие вопросы бы решились. Хорошо. Источник духовной пищи. Второе, что вы назвали, с чем я тоже согласен, это миссионеры. Писание говорит, идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Кому это сказал Иисус Христос? Или к кому эти слова относятся? Ну, смелее, смелее, смелее. Если ошибетесь, ничего страшного. К кому? К миссионерам, к его ученикам. Значит, к нам это не относится. Я согласен. Я верю, что вот эти слова он сказал своим ученикам, но они относятся ко всем последователям Иисуса Христа. Я верю, что есть люди, которых Бог призвал быть миссионером, евангелистом, пастором. Мы разные призвания считаем. И евангелист – это одна из них. Это миссионер, это одна из них. Но если я не призван был евангелистом, это не значит, что я не должен участвовать в распространении Евангелия. То есть, если я не еду на миссию сам, я вот за всю свою жизнь ездил на миссию только один раз. Один раз мы в Мексику съездили, там на выходные на 3-4 дня, это и все. Хотя мой брат ездил, наверное, на миссию раз 10. Мой другой брат тоже, наверное, раз 5 или 7 ездил. Мои друзья там вообще, моя сестерна, она живет в Индии. Но я не езжу. Я не езжу. Но я все равно участвую вот в этом повелении. Я участвую жертвой денег. Поэтому, если мы не едем физически на миссию туда, то я верю, мы должны поддерживать тех, кто едет. Мы должны давать деньги тем, кто едет. По статистике, если один солдат воюет на войне, то в тылу на него должны работать 3 человека. Кто-то ему готовит кушать, кто-то отсылает, кто-то ему патроны делает, отсылает, кто-то ему одежды шьет, отсылает. Кто-то там танки строит, ему отсылает. Чтобы один солдат воевал, 3 человека должны работать. Просто на войну. Если там тысячи воюют, 3 тысячи должны фулл-тайм работать на войну. Ну, может быть, это не самый христианский пример, но смысл тот же самый. Если кто-то в миссионер поехал куда-то, мы как церковь, мы должны его спонсировать. Мы как церковь за него должны молиться, мы должны за него поститься, мы должны спрашивать, как у него дела. Может, посылать ему Библию и что-то. Если мы не едем, мы должны все равно поддерживать, мы должны все равно помогать. Может быть, еще один пример. Чтобы один самолет поднялся в небо, как вы думаете, сколько людей на земле работают? Сколько? Я не знаю точно номер, но я думаю, наверное, около сотни. А? 160? Может быть. Может быть. То есть, смотрите, сколько самолет прилетает, его уже 4 человека там с флажками встречают. Там припарковали. Другой бежит уже, хоп, подключает к унитазу, чтобы там все смыть. Другой подключает бензобак, заливает бензин. Третий подъезжает на тачечке и уже выгружает сумки. А четвертый там на радарах смотришь, чтобы он не столкнулся с другими самолетами, когда он сейчас будет взлетать. 160 человек, как брат сказал, работают на земле, чтобы два человека сели в самолет и взлетели. Два пилота. Много людей работает. Тоже самый принцип. Чтобы наши миссионеры ездили, чтобы они были благословены, чтобы они были успешными. Мы должны за них молиться, мы должны за них поститься, но мы должны и жертвовать. Мы должны и жертвовать. Знаете, интересная мысль. Писание говорит, что я точно не процитирую. Кто примет праведника во имя праведника, тот что? Получит награду праведника. И кто помогает миссионеру, я своими словами говорю, финансово, то как чью награду получит? Миссионера. Так что мы, братья и сестры, мы можем работать в такабеле, в флиппинг-бургерс-макдоналдси. Прийти на небо у нас будет не награда миссионера. Потому что Писание говорит, кто напоит одного из малых с их чашу холодной воды, тот не потеряет награды. Все. Если мы сотни долларов отправляем миссионеров, мы поддерживаем их, мы будем делить вместе с ними награду. Потому что без нас они в это служение не совершили. Но мы поддерживаем. Конечно же, им будет больше награды, чем может быть нам. Но мы их поддерживаем, будем делить вместе с ними награду. Хорошо. Ну и последнее, что вы уже сказали, что довольно просто, мы здесь долго не будем останавливаться, это люди в нужде. Когда люди в нужде, мы должны помогать. Хотите, можете пометить Деяние 11 глава, 28 стих. Там описывается о голоде в Иудее, и христиане, которые жили в Антиохе, они пожертвовали. Не пожертвовали деньги, потом, по-моему, через Павла они передали его. Можете пометить о Ефесянам 4, 28. Мы уже говорили об этом стихе. Ефесянам 4, 28. Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Как вы думаете, можно ли жертвовать на Красный Крест? Или там на Japan Tsunami Relief? Можно? Можно, я согласен. Можно. Ну что Писание говорит? Писание говорит, мы будем делать добро всем, а на Ипаче? Своим поверьем. То есть, делать добро мы можем все. Мы можем на Гудвил жертвовать, мы можем на Красный Крест жертвовать. Но priority в наших распределениях должны быть христиане, христианские нужды. Вот когда вот случилась война на Донбассе, я был в одной церкви, Донецкой церкви в Сеатле. Донецкая церковь в Сеатле. И они мне рассказывали, говорят, мы, вот все нашей Донбассской церкви, мы помогли. У нас, говорит, это зимой, у всех была еда. Мы, говорит, там сколько-то там контейнеров отправили с лапшой. Говорит, мы всем закупили уголь. Они все согреты, они все одеты, они все сыты. Слава Богу. Хорошо, когда церковь в Америке, где у них все хорошо, они заботятся о церкви, которая тяжело. И они им помогают, людям в нужде. Это хорошо. Помогали они другим людям, не знаю. Но церкви не помогали. Я думаю, это правильно, потому что Писание говорит, это должно быть priority. Ну, я думаю, это понятно. Мы здесь долго останавливаться не будем. Мы должны помогать людям в нужде. Итак, куда жертвовать? Источник духовной пищи. Как я сказал, это может быть автор книги, это может быть автор радиопередачи, это может быть в первую очередь церковь. Второе – миссионерам. И третье – людям в нужде. Ну, и последний вопрос, самый, наверное, сложный, самый спорный вопрос – сколько жертвовать? Песятую часть. Окей. Спасибо. Еще какое-то мнение есть? По расположению. Очень хорошо. А если сердце не располагается, можно без расположения давать? На расположение будешь уметь больше на границе. Ну, я вас, конечно, так просто подковыриваю, я не спорю. Это кто-то сказал, Бог, знаете, как написано, доброохотно дающего любит Бог. И по-английски такая фраза была. Бог с удовольствием берет от доброохотного, ну и у жадного возьмет. В таком смысле. Знаете, это вопрос очень спорный. Почему? Потому что в Старом Завете очень четко называлась цифра. Очень четко. А что Новый Завет говорит по этому поводу? Окей. Левая, да? Левая, она положила 9, и она положила больше всех. А на что она имела, то и она положила. Окей. Окей. Ну, давайте я еще вас немножко запутаю. Левая, ну, а если вот, давайте мы крайние вещи возьмем, да? Скажем, ну, давайте так. Я заработал 5 тысяч. К примеру, да? Круглую сумму скажем. 5 тысяч. Если я пожертвую 5 долларов, это нормально? Нет. Мало, да? А если я пожертвую 5 тысяч, это нормально? Да. Нормально? Да. То есть, если я пожертвую 5 тысяч, то я через 2 недели приду и скажу, братья и сестры, пожертвуйте мне на дайперсы. Мне детям уже в неделю ходят в одних. Тоже ненормально будет, согласитесь? Ненормально будет. Если мы всю зарплату будем отдавать каждый раз. Ну, ненормально. Знаете, значит, правда, она где-то посерединке, да? Вот 5 долларов нельзя и 5 тысяч нельзя. Вот где-то посерединке. Где-то посерединке. Хорошо. Давайте я с другой стороны зайду. Вот Библию читать, молиться нужно? А сколько времени в день нужно проводить в молитве и изучении Писания? В пятой части. В пятой части сколько? Двадцать с половиной часа? Кто из вас каждый день двадцать с половиной часа молится и читает Библию? Я думаю, если кто-то из вас этим занимался, вы бы, наверное, уже мертвых воскрешали. Вы были настолько духовный человек. И здесь то же самое, согласитесь. Если мы будем молиться пять минут в день и читать Библию пять минут в день, это тяжело. Мы можем духовно умереть, если мы еще в церковь не ходим, да? И если мы будем двадцать четыре часа молиться, читать Библию, что с нами будет? Ну, через два дня, я думаю, нас в больницу свезут, да? Тоже плохо, да? Вот тоже где-то посерединке. Вот где-то посерединке. Где-то посерединке. Хорошо. Ну, давайте я вам открою места Писания из Нового Завета, которые, я верю, говорят о том, сколько жертвовать. И вы уже двое из них назвали. А вы обратите внимание, какое здесь слово ключевое. Можете пометить. Второе Коринфяно, 8.2. И глубокая нищета их превзбыточествует в богатстве их радушия. Они доброохотные по силам и сверхсилам. Я свидетель. Вот за этот голод, за который я говорил, да? Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Окей? И опять, Коринфянам 2, 9 глава, 7 стих. Каждый уделяй как? По расположению сердца. Не с огорчением принуждения, ибо доброохотно дающего любит бог. Итак, сколько нужно жертвовать? По силам, по достатку и по расположению сердца. Новозаветний ответ. По силам, по достатку, по расположению сердца. Почему не написано, сколько жертвовать? Вот написал бы бог 3%. Вот у мусульман, да? Если кто помнит, когда я рассказывал за мусульман, у них должно пожертвовать в год, когда у них месяц Рамадан, у них этот пост, нужно пожертвовать 2,5% от тех денег, которые ты не трогал. То есть, например, человек богатый, у него 100 тысяч долларов лежит, год прошел, он даже их не трогал. То есть, у него лежат просто там сэвингсы. Вот из этих 100 тысяч нужно 2,5% пожертвовать. Очень просто все. Пожертвовал, и все, чистая совесть. А у нас вот здесь написано, по же достатку, по расположению сердца, по силам. Как-то так вот, не конкретно, да? Ну, я слышал одну мысль, я думаю, я с ней согласен. Есть причина, почему Бог в Новом Завете не назвал цифру. Потому что Бог хотел испытать наше сердце. Если мы посмотрим на Старый Завет, там была одна такая заповедь. Когда ты жнешь в поле, что там написано было? До конца не дожинать, чуть-чуть оставь. Сиротея, вдовея, пришельцу, ну оставь. А сколько не дожинать? Ну вот можно же 3 колосочка оставить, а можно 3 метра оставить посеву. Сколько? Написано, когда собираешь виноград, что там было написано? Тоже все не собирай. И если ты вдруг сноп один забыл, не возвращайся. Не возвращайся, пускай он там останется. Бедному, в сероте, пришельцу. А вот сколько, а сколько оставить? И я верю, что Бог, он специально это не сказал, он хотел проверить человека. И жадный человек, он будет до самого последнего колосочка. Два колосочка оставит, все остальное заберет. Две веточки, может быть, виноградинки оставит, все остальное заберет. А щедрый человек, он оставит там 3 метра. 5 метров оставит. Пускай люди едят. Мне хватит. И я верю, что Бог вот специально таким вещами, он нас испытывает. И вот поэтому в Новом Завете не написано, сколько давать. А Бог смотрит. А Бог смотрит. Вот какой-то человек, может быть, скупой, он принесет 3 доллара, положит в церковь. Миссионеру 5 долларов даст. А щедрый человек даст больше. Но много больше. И Бог этим самым испытывает. Ну, насчет десятины. Вот упомянули десятины. Десятина в Старом Завете. Там конкретно написано было насчет этих всех цифр. И мое понимание, мое понимание заповедей десятины в Новом Завете нет. Может быть, кто-то не согласится, может быть, кто-то будет спорить. Ну, возможно, я ошибаюсь, но это мое мнение. В Новом Завете заповедей десятины нет. Но я верю, что принцип, принцип десятины, он все равно работает. Ну, как вам объяснить? Писание говорит, что Ветхий Завет, закон, он был дан для нас детоводителем ко Христу. Что такое детоводитель? Объясните, молодежи кто-нибудь. Детоводитель – это babysitter. Это babysitter. То есть есть вещи, которые babysitter говорят, эй, не трогай горячий утюг, не лезь там в духовку, когда огонь горит, не ковыряйся в розетки гвоздем. То есть babysitter, он смотрит, чтобы детям ничего плохого не случилось. И вот в Старом Завете, когда человек не был возрожден, Бог давал ему закон, чтобы он правильно поступал. И один из этих законов – это было пожертвование. Десятую часть нужно было отдать Господу. Ну, давайте это перейдем в нашу жизнь. Представьте, если я говорю своим детям. Вот у нас примерно 8 часов, мы ложим детей спать. Мы говорим, идите чистите зубы, переодевайтесь в пижаму, приходите на молитву. Представьте, если моя дочь решила не послушаться. Она переоделась в пижаму, пришла на молитву, а зубы не почистила. Она согрешила или нет? Теоретически, да, она меня не послушала. Я искал ей чистить зубы, она не послушала. То есть это закон, который я даю своим детям. Ну, чистите зубы, потому что раз в полгода мы вводим к доктисту, и доктист там проверяет, а потом нас ругает, если они зубы плохо чистят. Но представьте, прошло время. Моя дочка выросла, ей уже 18 лет, она с молодежью поехала в поездку в Сеаттл. И вернулись они в час ночи, она просто пришла, завалилась в кровати и заснула, зубы не почистила. Она согрешила или нет? Нет. То есть она уже взрослый человек. Ну что, я буду говорить, там, 18-летней девушке зубы чистить? Ну нет, ну нет. То есть вот этот закон, который был для детей в моей семье, он на нее уже не работает. Почему она уже выросла? Она уже взрослый человек. И точно так же в Старом Завете. Те старые заветные правила, законы, которые были, они были для израильтян. Но как мы во Христе, для нас уже этого закона уже нет. То есть я не думаю, что кого-то из нас Бог отправит в ад, потому что мы не отдаем 10. Но я не думаю, я не думаю. Но опять же, может быть, я ошибаюсь. Но, но давайте вернемся к моей дочке. Вопрос молодым людям. Ребята, кто из вас не женат? Кто из вас хотел бы познакомиться с молодой девушкой, которая никогда зубы не чистит? Немного, да? Немного. Вы знаете, вот порой мы так, христиане, поступаем. Мы говорим, что зубы чистить уже не надо? Нам ремня не дадут? Нет. Ааа, зачем мы их будем чистить? Что, десятину надевать не надо? Мы в ад не попадем? Нет. Ну, будем 3 доллара трожертвовать? Ох, как хорошо. Но вы знаете, вот этот принцип, принцип, он продолжает работать. То есть да, Бог нас не отправит в ад, если мы десятину не даем. Но вот этот принцип, что щедрому Бог воздаёт щедрому, он продолжает работать. Он продолжает работать. Поэтому, если бы вы меня спросили, вот сколько жертвовать, я бы вам посоветовал, начните с 10%. Это был бы мой совет. И когда вас Бог будет благословлять больше, когда ваша любовь к Богу будет расти больше, когда он будет давать больше raises, жертвуйте больше. Может быть, что-то в вашей жизни поменяется, вам будет тяжелее уменьшить это. Может, когда-то увеличите. И вот в основном моей жизни я вот себе заправил это сделать, что я буду давать минимум 10%. Было время, когда я давал только минимум 10%. Было время, когда я и моя жена работали, у нас детей не было, мы жили в аппарате, у нас было много денег. Нам не нужно было много денег. Мои пожертвования вырастали намного-много больше. Потом я купил дом, мне начали рождаться дети, мне нужно было намного больше платить. Я эту сумму немножко уменьшил. Потом мне начали поднимать зарплату, я начал её снова увеличивать. То есть вот эта цифра, она колебается в зависимости от моего достатка, от моих сил и в моей семье, что происходит. Поэтому мой совет, мой совет, начинайте с 10%. Почему? Потому что вот этот принцип старого завета, как я сказал, чистить зубы, он работает и в новом завете. И я встречал людей, которые щедры, которые отдают, они себе за правила приняли десятину. И в их жизни благословение видно. Видно благословение. Я помню, в одной семье они решили продавать дом. И это было время, когда дома не продавались, а они продали. Я помню, к ним пришёл неверующий этот риалтер и говорит, знаете, что вам Бог на Рождество сделал подарок, вам продали дом. То есть сам неверующий риалтер понял, увидел, что здесь рука Божья, Бог помог. Другую же семью знаю, они были очень так скупые, мягко скажем. Они покупают, они собирают, 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 там по копеечке везде, там крупную сумму насобирали, купили дом и всё рухнуло. И всё рухнуло. И видите, оно вот видно, когда вот в жизни человек щедрый, когда человек даёт, когда человек благословляет, его благословляет Бог. Его благословляет Бог. Поэтому мой совет, начинайте с 10%. Начинайте с 10%. Благословит вас Бог, будете давать ещё больше, ещё щедрее. И это хорошо благословение будет. Если же нет, может быть, уменьшите какой-то момент. Но, но, если я у вас на тесте спрошу, сколько нужно жертвовать, что вы должны сказать? По достатку, по силам, по расположению сердца. Это то, что мы читаем в Писании. Go ahead. Yes. Yes. А я всё ещё решаю, как я буду проверять ваши тесты. Или я с собой их проверяю, или, может быть, я попрошу вашим соседам поменяться, и вы отметите. Соседам? Ну, сосед же может на первой парте сидеть. Но, we'll see. We'll see, guys. But, yes. Hopefully, ваш сосед будет понимать по-английски. But, right? Поэтому, сколько нужно жертвовать, в Писании мы читаем по силам, по достатку, по расположению сердца. Окей? Но, если мы читаем в Библии вообще, то мы видим принцип, который в Старого Завета, который Бог поручил, который действует и в Новом. Хорошо. Хорошо. Ну, а ещё одну историю вам расскажу насчёт десятины. Насчёт десятины. Интересная история. Просто иногда людям, знаешь, когда даёшь им совет 10%, они начинают в своей голове считать так. Вот я зарабатываю пять тысяч, пятьсот долларов. Ух ты, за пятьсот долларов, что же можно было купить? Да новый айфон можно было купить. Ну, как-то много, да? Я помню своему другу говорил, он занимался раньше машинами. Покупал разбитые, делал и продавал. И он мне хвалился, он занимался геометрами. И вот однажды он говорит, я вот наварил на геометрии 2600. Я говорю, ну, давай, Богу, 2260 долларов поживёт. Он говорит, не-не-не, за 260 долларов я два бампера куплю. Это много. Так вот, историю, которую я хотел вам рассказать. В одной церкви ушёл кассир. Ушёл кассир. И нужен был новый человек, который занимался бы финансами, а никто не хотел. Почему? Потому что в церкви проблемы были с деньгами. Проблемы были с деньгами. Я не знаю, где это было. Наверное, где-то в сельской местности. Я даже не знаю, где. И, то есть, денег там не было в церкви. На ремонт здания не было. Там у них служители были на освобождении. Им уже там много лет не повышали зарплату. То есть, они ту же самую маленькую зарплату много лет получали. Там на детские, молодёжные программы вообще денег не было. Даже не спрашивали. То есть, никто не хотел браться с это дело. То есть, долги были, проблема, денег не хватало. Ну, согласился, собрали членов, говорит, ну, кого поставим? Кого поставим? Никто не хочет. А встал мельник. Знаете, кто такой мельник, нет? То есть, вот тот, у кого есть мельница. Да, мельница. Мел. Он говорит, я возьмусь за эту работу, но с одним условием. Целый год я вам отчёта давать не буду. Только через год я вам дам. Ну, они так подумали, подумали. Ну, никто не хочет, не сложается. Ну, давай, пускай мельник попробует. Ну, что здесь такого? И вот проходит год, все ждут членского, думают, вот когда же всё-таки он расскажет. Ну, как же у него получилось, не получилось ли? И он выходит и рассказывает им, так, братья и сёстры, за прошлый год мы выплатили все наши долги церковные. За прошлый год мы повысили зарплату служителям там на 15%. В этом году мы выделили столько-то денег на служение воскресной школы, столько-то денег на молодёжные программы. И у всех один вопрос. Кто пожертвовал столько денег? Кто пожертвовал столько денег? А мельник говорит, ну, вы пожертвовали? Они говорят, как мы? Мы же как мало давали, так и продолжали мало давать. Как это так? Говорит, ну, вы же все ко мне на мельницу своё зерно привозите. И когда вы привозили, я десятую часть оставлял, а вам остальное перемалывал, давал, а то на базар и в церковную кассу. А вы и не заметили. Ну, смысл этой истории в том, что иногда люди думают, что вот я десятину буду давать, как же я проживу на 90%. Смысл в том, что когда человек отдаёт часть Господу, Бог его благословляет. Благословляет столько, что вот этих 90 ему хватает. Вот хватает, хватает, благословляет Бог. И человек, правда, даже этого не замечает. Хотя кажется, большая сумма. Поэтому, моё поощрение. Сегодня вечером, если у вас вот нет конкретной суммы, которую вы уделяете, придите домой, помолитесь. Если вы женатый человек, с женой, с мужем поговорите. Приняйте решение, вот сколько я буду уделять Господу. Сколько я буду уделять Господу. Хорошо. Давайте мы сделаем классную работу. Классную работу. Вот мы поговорили о том, что нужно жертвовать. Давайте сейчас вы напишите три служения, которые вы готовы поддерживать финансово ежемесячно. Окей? Я вам дам 2-3 минутки. Если не сможете три, ну напишите хотя бы две. И напишите конкретно, напишите церковь. Напишите церковь, как ваша церковь называется? New Missionary Church. New Life. Да, спасибо. New Life Missionary Church. Напишите конкретно там служение Александра Швченко-Угол. Я не знаю. Напишите там служение Сирот Агапи. То есть конкретное имя. Конкретное имя. Не просто там миссионерам. Конкретное имя. Миссия Суламит или что там. А мы не захватим людям, мы берем церковь и продолжим церковь. И все? Да. Это первая нужда на церковь. Согласен, согласен. А когда уже и выклотят, тогда уже и нужды. Ну, все-таки, все-таки. Мы говорили за миссионеров, мы говорили за людей в нужде. Если мы смотрим на Старый Завет, там были десятины, там еще были приношения, там были еще и жертвы всезажжения. Да. Ну, все-таки. Продолжение следует... 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 Вот люди думают, ну как там у меня бочка пустая, надо чтобы в ней что-то было. Люди начинают больше и больше лить. И чем больше они льют, тем быстрее она выливается. Вот то же самое с нашим кошельком. Для того, чтобы в бочке была вода, нужно эту дырочку заклеить, заклеить. Тогда, когда мы будем в нее наливать, там будет хоть что-то оставаться. Может быть, через другие трещины будет выливаться, но оставаться что-то будет. И вот то же самое с нашими деньгами. Недостаточно просто денег больше зарабатывать. Нужно работать над тем, чтобы денег тратить меньше. Ну давайте вот о каждой из этих вещей мы поговорим отдельно. Каждую поговорим отдельно. Ну давайте поговорим за долги. Почему люди попадают в долги? Кстати, там интересно, они вещи проводят в той книжке. Они все-таки потом нашли настоящих миллионеров. И к их удивлению, это были простые американцы. Почему они назвали эту книжку «Millionaire next door»? Миллионер по соседству. То есть вы даже можете не знать, что в простом среднем на Берхуде можете жить рядышком с миллионером. А средний американский миллионер, у которого есть миллионы, не который много зарабатывает, у которого есть миллионы, он ездит на Ford F-150. Это средняя машина американца, американского миллионера. А джинсы он покупает в Walmart. Это средний американский миллионер. И когда они их собрали, там человек 7 или 8, они задали им три вопроса. Они спросили «Are you frugal? Is your spouse even more frugal than you are? And were your parents frugal?» Экономны ли вы человек? Были ли ваши родители экономны? И ваша жена экономнее ли, чем вы сами? Все миллионеры сказали «Да» на все три вопроса. То есть они затыкают эту дырочку, они экономят, они ездят на простой машине, одеваются в простые джинсы. Но в то же самое время у них хорошие бизнеса и у них миллионы долларов. То есть экономить нужно. Но мы об этом будем говорить чуть попозже. Ну, долги. Долги, я бы сказал, это красная лампочка. Знаете, вот вы едете на машине, и у вас вдруг загорается красная лампочка. Что у вас не хватает двигателя масла, скажем. То есть с вашей машиной что-то не то. То я бы сказал, если человек живет в долгах, живет в долгах, это красная лампочка. У вашей финансовой жизни что-то не то. Что-то не то. У вас какой-то беспорядок, у вас какой-то сбой. Знаете Алексея Коломитцева, нет? Баптистский пастор в Ванкувере. У него в церкви они проводили курсы по финансу, вот похожие, как мы с вами проводим. А он сказал одну интересную мысль. Он говорил, никогда не покупайте в долг то, без чего вы можете прожить. То есть если у вас нет денег купить что-то за кеш, не покупайте. Но если там, конечно, ситуация вас уже прижала, например, у вас сломалась машина, вам нужно ездить на какой-то машине на работу, у вас ничего нет, тогда можно уже взять заем какой-то. А если вы без этого можете прожить, и у вас нету кеш на это, не покупайте. Вот без BMW нового можно прожить? Нельзя? Ну так некоторые люди считают, нельзя, да? И денег нету, а хочется. А? Замуж не выйдешь без BMW? Ой, бедные вы сестры. Вам на конкорд надо. Мы всех без BMW отдали. Ну, несколько еще осталось для ваших ребят. Ну, я лично делаю два исключения. Я думаю, два исключения есть, которые я бы сказал, все-таки можно одолжить деньги. Это, во-первых, на учебу. На учебу. И то здесь нужно быть разумным. Знаете, иногда люди одолжают 50 тысяч на учебу, идут в колледж, два года учатся на историю или там liberal arts. И потом они выходят с этим дипломом, который никому не нужен и 70 тысяч долга. Потому что они не работали, они жили на кемпусе, кушали в ресторанах. И что толку от такого заема? Поэтому я вот, например, у меня с Сыстрин Ла есть. Они учились на ассистентков medical assistant. То есть они пошли в колледж. Они, по-моему, взяли или 9, или 11 тысяч долларов заема. Две сестры. Они закончили этот accelerated program за 11 месяцев. И они работают в клинике. Одна уже, как я уже сказал, уехала сейчас в Индию. И там она лечит. Но она проработала в клинике несколько лет. Другая до сих пор работает. Сейчас она удаляет от tattoos в одной клинике в одного русского доктора. И они за какое-то время выплатили этот долг. У них хорошая работа. У них есть образование. У них есть то, где они могут хорошо работать и не нужно там в Магданулсе. То есть я вот за такой метод, я думаю, это можно. Когда человек одолжил какую-то маленькую сумму, проучился, получил образование, выплатил и все. Я думаю, это допустимо. Это допустимо. И второе, я думаю, что допустимо, это когда мы покупаем дом. То есть ни у кого из нас нету 350 тысяч в кармане. Ну, может, у большинства нету. Пойти купить. Поэтому, то есть когда мы покупаем дом, я уже не говорю за плохое время. Если мы нормально покупаем дом, мы какое-то время проживем, мы можем опять вернуться к нулю. Продать дом, отдать долги и вернуться назад к нулю. А если человек взял в долг, съездил на Гавайи и вернулся через 2 недели, он может назад вернуться к нулю? Что у него осталось? У него осталась фотография и там флиф-флапс. И все. К нулю он может вернуться? Не может. А если человек купил дом, ну, я говорю, в лучшем случае он может вернуться к нулю. Мы не говорим уже за эти большие скачки. Поэтому я считаю, что одолжать на вот эти 2 вещи можно. На другие вещи, если нету кэш, как мы говорили, может быть, Бог и не хочет, чтобы она у вас была. То есть, знаете, иногда вот хочется новая машина, иногда хочется лодку, иногда хочется моторхома. У нас сейчас мода пошла на Конкорде, молодожены моторхома покупают. Дорогие вещи. И у никого есть деньги? God bless you. Купи, пожалуйста. Наслаждайся, семью езди. Нет? Можно на надувной лодочке поплавать. И в палатке поспать, да? Пока насобираешь. Проблема начинается, когда люди начинают покупать вот эти вещи в долги. У них нету денег, а они вот хотят, чтобы не хуже, как в других. И вот здесь начинается проблема. Хорошо. Почему люди попадают в долги? Ну, здесь несколько причин. Мы уже начали о них говорить. Во-первых, очень простая причина. Они тратят больше, чем зарабатывают. Самая простая причина. То есть, человек заработал, скажем, 5 тысяч, потратил 6 тысяч. Заработал 5 тысяч, потратил 7 тысяч. И все вот эти тысячи потом начинают вылазить на кредитную карточку. И потом человек останавливается, а у него там уже мягко ставят. Я работал с одним инженером на работе. Он у нас был самый высокооплачиваемый инженер. Я даже не знаю, сколько он долларов в час получал. Наверное, раза в полтора больше меня. И у него он мне говорил там 15 тысяч на одной карточке, 13 тысяч на другой карточке. Я думаю, вот это да. Он на такие большие деньги зарабатывает в долгах. Почему? Тратит больше, чем зарабатывает. То есть, человек пользуется кредитной карточкой. В конце месяца приходит ему баланс, смотрит на свой чек и не сходится. Что нужно делать? Ответ – бюджет. Такое слово знакомо, нет? Что я вам показываю? Вот мы все ездим на машине, да? И у нас на машине есть дэшборд. Как по-русски дэшборд? Панель. Панель. И у нас здесь показана скорость. Здесь же рядышком показана температура двигателя. Здесь же рядышком показано, сколько у нас бензина, да? Все сразу здесь в одном месте. Представьте, если бы у нас была машина, чтобы посмотреть на скорость, нам нужно было на колесо посмотреть, там у нас был гейдж. А чтобы посмотреть, сколько у нас бензина, нам нужно было бензобак открыть и посмотреть, сколько там бензина. Ну, неудобно было. Неудобная машина была, да? И вот то же самое порой у людей бывает с деньгами. То есть раньше все пользовались кешей, было все просто. Открыл кошелек, посмотрел, сколько денег, все понятно. Сейчас у нас есть кредитная карточка, другая кредитная карточка, у нас есть savings account, у нас есть checking account, у нас дома кеш лежит. Да, у нас то есть деньги во все в разных местах. Поэтому, чтобы у нас не было беспорядка с деньгами, у нас должна быть dashboard. У нас должно быть какое-то одно место, где мы все-все-все наши деньги в одно место ложим. То есть я пользуюсь компьютером, я люблю использовать Excel. Что я делаю? Это то, как я пользуюсь. Можете вы сделать так, есть куча разных приложений, есть разные программы, нет разницы, что вы пользуетесь. Главное, чтобы вы знали, вот сколько у вас денег сейчас есть, чтобы у вас все-все-все в одно место было. Не обращайте внимания на цифры, я их придумал. Просто смотрите, какой принцип. Вот у меня вот в этом столбике все, что я должен. Например, я пользуюсь кредитными карточками, но я в конце месяца выплачу. У меня сейчас баланс на CityCard 523 доллара. Потом я выслал чек Portland General Electric за электрику, и я тогда, скажем, жил в апартменте, и я платил, мне нужно было через два дня заплатить за апартмент. Я уже написал, что я буду за это платить. То есть всего я должен заплатить 1400 долларов. Эти денег у меня уже нет. В то же самое время у меня на чеке на аккаунте, скажем, 2000 долларов. Мой brother-in-law должен мне 120 долларов. Никогда это не забуду. И, скажем, я вот решил сдать принтер, мне он не понравился. Я вот его сдам, мне 70 долларов назад вернут. То есть смотрите, у меня все, что у меня есть, и то, что у меня есть, и то, чего у меня нет. То есть если я здесь две суммы слажу, сколько у меня на самом деле денег? 800 долларов. То есть если моя жена придет ко мне и скажет, слушай, нам надо диван купить, у нас диваны старые, вот в Костке сейчас на селе за 1000 долларов диваны, пойдем купим. Я могу пойти на свой аккаунт, сказать, у меня 2000 долларов, давай, купи, у меня деньги есть. Но на самом деле, если я все сложу, что у меня нет, и что у меня есть, у меня все лишь 800 долларов, я даже диван не могу купить. Это понятно, нет? То есть нужно иметь какой-то дэшборд, чтобы мы все собрали, все наши кредитки, все наши кеши, все наши чеки, все наши биллы в одно место, чтобы мы знали, сколько у нас денег, чтобы мы не потратили больше, чем мы заработали. То, что если не знать, можно купить диван за 1000 долларов, ну в данном случае влететь в долг 170. Но люди же лазают так по-моему больше. Что еще я делаю? Например, я каждый месяц записываю все, что я купил. Практически, если я тратю больше, чем 5 долларов, я это записываю. Окей? Ну вот несколько примеров. Я закупил бензин, там что-то, еще что-то. Для чего я это делаю? Для чего я это делаю? Для того, чтобы я высчитал, сколько примерно у меня уходит за инчуринс каждый месяц, сколько я в среднем трачу на бензин, сколько у меня уходит на еду. Опять же, на цифры не обращайте внимания. И я вот заметил, что мне прожить один месяц, даже если я не буду дышать и пить, мне нужно уже 1600 долларов. А если еще добавить здесь еду, одежду, то мне нужно 2500 долларов. А если я зарабатываю 3000, я 300 отдал десятину, сколько у меня остается? 200 долларов. Что за 200 долларов я могу купить? Скажу, Ханни, диван хочешь, 5 месяцев будем собирать. То есть я знаю, какой у меня, в общем-то, потенциал, потому что я знаю, сколько у меня регулярно уходит. Другие люди, с ними поговоришь, они не знают. Они знают, ни сколько у них денег есть, ни сколько они тратят, ни сколько они зарабатывают. То есть полный беспорядок. И вот этот беспорядок, бесконтрольность выходит в долги. Я вернусь к нашему PowerPoint. То есть как составлять семейный бюджет? В первую очередь, как я сказал, введите записи всех расходов. Вот полгода, три месяца, просто все-все записывайте. Все записывайте. Сколько у вас каждый месяц уходит на бензин? Сколько у вас уходит на продукты? Сколько у вас за свет вы платите? Сколько вы? Все-все-все-все-все. Все-все-все. Сколько это? Сколько оно? Чтобы вы знали ваше состояние. Второе. Распределите доходы на будущее. Ну давайте мы вернемся к нашей 5 тысяч. К примеру, мы заработали 5 тысяч долларов. И мы посчитали, чтобы нам прожить один месяц, нам нужно, скажем, ну я не знаю, 3 тысячи долларов. Тысячу за дом. Тысячу на продукты. Тысячу на все остальные билы. На бензин. И мы говорим, о, у меня всего лишь остается, то есть 3 тысячи долларов у меня заберут. То есть если я буду дышать, если я буду кушать, 3 тысячи у меня уйдет. У меня остается что? У меня остается 2 тысячи. Ну давайте, символически я пожертвовал 500 долларов церковь, полторы тысячи у меня осталось. И вот теперь моя цель, моя цель вложиться вот в эти полторы тысячи долларов. То есть если у меня полторы тысячи долларов есть, я могу купить диван за тысячу, но я не смогу купить лодку за 3 тысячи. То есть моя цель вот влезть в эти полторы тысячи долларов. Просто себя сжимаю, чтобы влезть. Но опять же, чаще всего это не полторы тысячи. Чаще всего это примерно там 500 долларов остается. 300 долларов остается на расходы, которые я называю, они жидкие. То есть, например, на одежду. Можно костюм купить в этом месяце, можно купить его в следующем месяце. То есть на вот эти деньги, на эти вещи остается совсем немного денег. Но наша цель в них вложиться. Почему? Потому что, как я уже сказал, те остальные у нас заберут. Все заберут, все билы заберут. Остается вот эта маленькая сумма. И мы должны ограничивать себя, мы должны ограничивать, чтобы сюда влезть. Как некоторые в семье делают, вот моя сестра, она просто ложит конвертик. Вот это конвертик найду, вот это конвертик уже на бензин отложила, набила. И у нее, когда ограничаются деньги в конвертике, все, она уже не покупает одежды, она уже там не покупает обувь, она ждет в следующем месяце. Почему? Потому что если она будет тратить кредиткой, она всегда потратит больше, чем она зарабатывает, чем ее муж зарабатывает. Как это вы будете делать, не так важно. Главное, чтобы мы научились себя сдерживать и не тратить больше, чем мы зарабатываем. Если мы будем тратить больше, чем зарабатывать, будем тонуть в долгах. Просто будем тонуть в долгах. Поэтому первая причина. Люди тратят больше, чем зарабатывают. Они не знают, сколько у них денег, они не знают, кто куда, сколько у них уходит денег. Мне один брат жаловался, говорит, я столько денег заработал в прошлом месяце на бизнесе, все деньги разошлись, я даже не знаю, куда они ушли. Я говорю, а я записываю. Я тебе могу сказать, что в 2007 году я купил крыло за 58 долларов. Я помню. У меня все записано. Поэтому, опять же, как вы это делаете, не важно. Важно, чтобы был порядок, чтобы вы знали, сколько у вас денег, сколько вы зарабатываете и сколько уходит куда. Итак, причины, почему люди попадают в долги. Тратят больше, чем зарабатывают. Элементарно, очень просто. Вторая причина. Отсутствие сбережений. Знаете, есть такое выражение у американцев «paycheck to paycheck». То есть, что это значит? Человек заработал 5 тысяч, потратил 5 тысяч, заработал 5 тысяч, потратил 5 тысяч. И потом вдруг у него ломается машина. Скажем, полетела трансмиссия. Сколько стоит поимонтировать трансмиссию? Поменять. Несколько тысяч долларов. Ну, смотрите, в смысле от машины. Если это простой Ford, там можно за 2 тысячи поменять. Если это BMW у невесты, это уже 5 тысяч готов. Или, скажем, я не знаю, хирю поломался, кондишен поломался летом. Срочно нужно ремонтировать. А у человека денег нет. Нет у человека денег. Он живет paycheck to paycheck. Вот он научился тратить. Так и все. Заработал. Вроде в долги не влазит. А что-то случилось. Что-то случилось. Иногда в конце года случается такая вещь, как Крисмос. Вот случается каждый год. Я помню, однажды я посчитал, мне на Крисмос я потратил на подарки. Надо же и тещи подарить, и бабушке подарить, и детям что-то купить. Я потратил 500 долларов. 500 долларов. То есть 500 долларов это надо в бюджет куда-то вставить. А если в бюджете нету, сбережения нету, в долги человек. Человек попадает в долги. А если, не дай бог, человек поломал ногу. На стройке не работал 3 месяца. То есть ничего нету, в долги человек попадает. Ну давайте мы о сбережении поговорим чуть-чуть попозже. Мы уже вот эту вот тему раскроем поглубже. То есть когда у человека нету сбережений, то есть он живет сегодняшним днем, он может попасть в долги, если вдруг какой-то маленький сбой случится. Еще одна причина – ветреное поведение. То есть когда мы позволяем нашим эмоциям контролировать нашими деньгами. Когда мы неразумно, нерассуждая, тратим и покупаем что-то. Я надеюсь, никто из вас не был в казино. Но если кто-то из вас был, то вы знаете, что в казино нету трех вещей. Или двух вещей. Там нету окон и там нету часов. А иногда еще есть бесплатный алкоголь. Почему? Потому что они хотят, чтобы человек забыл за время, что уже ночь, забыл, где он находится. Его подпаивают, чтобы разум не работал, и он на эмоциях идет. Вот сейчас я выиграю, сейчас я выиграю, сейчас я выиграю. И вот пока он все свои деньги не выложит, он не останавливается. То есть они пытаются человеческий разум затуманить, отвлечь его, чтобы он все выложил. И порой мы попадаемся на этот крючок, когда мы неразумно, нерассуждая, наши деньги тратим.